Добрый день, я Сид Рот. Друзья, добро пожаловать в мой удивительный мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость получил степень магистра в баптистской семинарии и докторскую степень в методистской. Но поверите ли вы в то, что при этом нашему гостю нравится изгонять нечистых духов из христиан? Из христиан! Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Сегодня у нас замечательный Родни Хок. Вы заканчиваете хорошую баптистскую семинарию. Однажды приглашенный лектор входит в зал для занятий и говорит то, что вам понравится потом. Вдруг этот приглашенный учитель начинает говорить о демонах. Почему же это так взволновало вас? Это произошло после одного из наших занятий в семинарии. Я вел беседу с лектором и пастором. Он рассказал нам о том, как провел свой день. Тот священнослужитель сказал, сегодня мы служили трем одержимым людям. Меня это впечатлило, потому что эта практика имеет отношение к Новому Завету. Я запланировал служить так. Я хотел научиться этому. Лектор сказал, двое из них — это христиане. Я сказал, о нет, только не это. Вначале. Я не поверил этому лектору. Я не поверил. На самом деле, я не задумывался об этом. Я не знал учения на эту тему и не думал об этом. Но я был убежден в том, что это ложь и обман. Я понимаю, что это были просто мои мысли, но, тем не менее, вот так я и рассуждал в то время. Иногда те или иные мысли и идеи кажутся нам нашей выдумкой. Но это не всегда плод нашей фантазии. Продолжайте. Я сказал лектору, что я не верю в это. Затем я захотел уйти оттуда. Мне нужно уйти. Я извинился и сказал, я поеду домой. Я ехал в своей машине домой и думал, разве такое бывает в жизни? Как христианин может быть одержимым? Это волновало меня. Потом Святой Дух проник в мои мысли, и он начал говорить о моем. Я не слышал его голос, как ваш сейчас, но он был ясным. Достаточно ясным. И он сказал, родни, в тебе есть нечистый дух тоже. Боже, никогда не ожидаешь такого ответа от Бога. Я разозлился. Я не стал ничего думать, и я разозлился. Я сказал бесу, ты не обладаешь мной. Во имя Иисуса, я приказываю тебе покинуть меня навсегда. И я ощутил, как этот бес оставил меня. Вы не верили в одержимых христиан? Да. Я подумал, о нет, я же не верил во все это. Итак, я рассказал об изгнании беса только жене, а нашему лектору я не говорил об этом ничего. Это большой спор. Позвольте мне адресовать этот вопрос вам и всем остальным. Может ли христианин быть под бесом? Я был таким. Я христианин. Нужно научиться хорошо изучать язык Евангелия Нового Завета. Я не назову выражение «одержимый с демоном» точным переводом с древнегреческого подлинника, а как правильно, «обладаемый бесом». Итак, есть существительное, есть глагол слова, «обладаемый бесом», «обладаемый демоном». Ну, допустим, это христианин с болезнью. Да, это может быть христианин с болезнью. Например, у Иоанна был пояс из волоса верблюда. Когда у тебя что-то есть, то это не означает, что эта вещь является твоим хозяином, так и с бесами. В других случаях употребляется многозначный глагол «диамонзумаи». Его употребляли, когда речь шла о скоплении бесов или о духе, который мучил людей. Скорее всего, слово «угнетаемый» описывает человека, страдающего от бесов, точнее, чем слово «одержимый». Потому что христианин не может быть одержимым бесами. Но бесы могут угнетать его. Некоторые говорят, что в этом вопросе есть тонкая грань. Верующий свободен духовно, но демоны и нечистые духи угнетают его земную плоть. Тело может болеть, но является ли заболевание грехом? Итак, грех — это когда мы не лечимся и живем с недугом до конца жизни. Родни, расскажите вкратце о первом человеке, которого вы освободили благодаря Божьей силе. Я освободился за семь месяцев до этого. К тому времени я служил пастором в Вашингтоне. Жена записала мне встречу с одной из сестер, у которой как раз, как она думала, был бес. Мы с женой поговорили об этом. Она пригласила сестру. Я сказал, зачем ты это сделала? Я не знаю, как изгонять бесов. Жена сказала, послужи своей прихожанке. Она протянула мне документ о том, что я пастор. Это был мой долг. Она пришла, но я не знал, как начать это служение изгнания бесов. Я не имел опыта и примера служения. Я начал читать ей писания, но, к сожалению, это не сработало. Я предложил молиться. Я и подопечные склонили головы, закрыли глаза. Не закрывайте глаза, когда вы служите тем, кто под бесами. А почему? Вы увидите последствия. Хорошо. Вам нужно смотреть за человеком и не закрывать глаза перед бесом. Никто не рассказывал мне об этих правилах. Я закрыл глаза и начал молиться. Как только мы закончили молитву, наша подопечная не смогла открыть глаз. Она сказала, я не могу открыть глаза. Я спросил жену, почему она не открывает глаза? Я сказал, во имя Иисуса, я приказываю твоим глазам открыться. И только тогда они открылись. Ого, это сработало? Вдруг сестра перестала дышать. И я повторил свою молитву. Она оглохла телесно? Нет, это сделали бесы. Наша подопечная ничего не слышала. Я сказал, я приказываю слуху открыться. И он открылся? Да? А вы понимаете, следующие несколько часов стали ужаснейшим переживанием в моей жизни. Нечистые духи не оставили сестру, хотя мы изгоняли их, но к концу встречи они ушли. Тогда я посмотрел на ее лицо, и я увидел, что сестра освободилась. Ее лицо сияло. Я сказал, Господи, мне не нравилась эта борьба, но я рад видеть освобождение. Итак, я буду служить. Что произошло с ней? Бог явил славу, и она освободилась. Вы рассказывали мне одну очень важную вещь. Когда вы развивали этот дар и освобождали людей, очень многие получили свободу от нечистых духов и бесов. Это были тысячи освобожденных людей. Вы начали относиться к каждому как к живой личности и с любовью, а неравнодушно и холодно. Для вас служение не стало рутинной работой, пожалуйста, расскажите об этом. Когда я только начал служить в этой сфере, я смотрел на людей равнодушно и холодно. Я не любил людей тогда. У меня был план изгонять бесов. У меня не было жертвенного сердца служителя. А был план и нормативы по изгнанию. Бог начал учить меня правильному отношению к людям. Господь научил меня сострадать людям. Я отказался от погони за показателями и поставил личность приоритетом. Человек важнее цифр. Свобода нужна, чтобы любить и строить отношения с Иисусом. Господь изменил меня. Бог научил меня относиться ко всем людям так, как он относился к ним, когда был на этой земле. Каждый человек ценен и каждый из нас значим. Вы знаете, многие христиане открыли свое сердце для демонов и для нечистых духов, сами не зная того. Сегодня Родни расскажет нам об этих дверях, когда мы вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Родни, боитесь ли вы нечистых духов? Вы молились за освобождение многих тысяч людей. Вы боитесь бесов? Бесы пользуются одной и той же стратегией. Это страх, это запугивание, это ложь и обман. Итак, нечистые духи хотят, чтобы вы боялись их и пытаются запугать вас. Они проявляются через людей, стараясь сделать так, чтобы вы испугались и отступили. Люди начинают бояться и поддаются этим уловкам врага. Нередко такой страх не является переживанием самого человека. Нечистый дух сеет мысли о страхе в человека. Человеку хочется уйти с того места и убежать, и он напуган. Они не понимают и не живут откровением о том, что Господь Иисус сильнее бесов. Они испытывают страх. Служителям этой сферы важно знать то, что нам, как верующим во Христа, необходимо научиться применять духовную власть. В деяниях апостолов и в Евангелиях мы видим освобождение людей. Я обладаю властью от Иисуса Христа, и я несу всем людям Небесное Царство. Нам нужно верить и думать именно так. Мы имеем власть от Христа для распространения Царства. Когда проявляются демоны, мы изгоняем их. Что делать, когда бесы пытаются испугать вас? Для меня это знак того, что нечистый дух уйдет. Нечистый дух открылся, проявился, и теперь я знаю, этот демон там. Многие христиане впускают бесов в жизнь по незнанию. Расскажите нам об этом. В четвертой главе послания Ефеса нам апостол Павел говорит верующим, не давайте место дьяволу. В некоторых переводах слово «место» звучит как «лазейка» или «плацдарм». Не открывайте дверь врагу. Что происходит? Враг ищет законную лазейку, законное право, законные подвижки, чтобы войти в жизнь человека. Он не набрасывается на человека, но он ищет законное право войти. Враг пытается исказить правду, выдавая ее за настоящее. Он занимается этим. Обычно вначале он занимает одну сферу и осваивается в ней. Вначале он занимает комнату, одно помещение. Если он занимает комнату и строит там укрепления, то он начинает завоевывать вторую комнату в доме нашего сердца. Что произошло со мной? У меня были сферы, где я не жил для Господа. Я скрывал все эти грехи, и я стыдился этих грехов. Я не вынес эти вопросы на Божий свет. Враг имел доступ ко мне. Враг не владел мной полностью, потому что я жил для Иисуса Христа и служил ему в церквях. Я приводил людей к Богу. Я исполнял многое из того, что должен был исполнять. Я был верен в своих сферах, в своем служении. Однако я открыл дверь в одну из сфер жизни для дьявола. Поэтому он громил ту сферу. Родни, расскажите о сферах христианской жизни, где мы с вами держим двери сердца открытыми для сатаны. Это постоянный грех. Вы побеждали его, но потом он победил вас. Если вы призываете демонов, то вы открываете сердце для греха оккультизма. Возможно, это культ, где вы поклоняетесь другому Богу, или многим богам, или там учат об Иисусе неправильно. Вы намеренно открыли дверь сердца для зла и для лукавого. Это может быть просмотр телепрограмм и художественных фильмов, где, скажем, да, мать не защитила своего ребенка. Ее супруг был верующим много лет назад, и он принес домой диск с кассовым фильмом «Изгоняющий дьявола». Нет, это был полтергейст. Он показал это маленькому ребенку. Мужчина не выбирал фильм. Он был открыт для фильмов ужасов. Поделитесь своим мнением о говорящей доске, о чтении, мыслей, о магии, о колдовстве и о тому подобных вещах. Это оккультизм и призывание духов. Святой Дух запрещает нам все это. И лекарства. Я, конечно же, не имею в виду аспирин или ацикловир. Я говорю о наркотиках. Непрощение, обида или душевная рана – это двери для врага. Когда мы проявляем слабость, тогда враг обязательно использует все это. А сейчас, мои дорогие друзья, я пойду на риск. Вы знаете, я люблю это делать время от времени. Родни помолится за некоторых наших зрителей, когда мы вернемся после рекламы. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Родни, расскажите нам о служении несчастным людям, которые были подбесами и отказывались получить свободу время от времени. У вас была власть над духами. Это ведь так. Что происходит с некоторыми людьми? Эти несчастные люди согласились поверить в ложь дьявола, которая укоренилась в их сознании и проявляется в их мышлении и в образе жизни. Допустим, у определенного человека развито мышление жертвы. Поэтому такие люди видят себя как жертву. Они считают себя жертвой. Я знаком с некоторыми глухими людьми. Я просил у этих людей разрешения молиться за их исцеление от глухоты. Они отказались. Им нравится их сообщество. Да, теперь давайте представим себе ситуацию. Если бы муха опустилась в эту чашку, я вытащил бы этот источник заразы. Я поднес бы ее к крану и открыл воду. Многие демоны уйдут, если мы вытащим их и сгоним их из человека. Если демон построил заблуждение в разуме человека, то нам необходимо прогнать его. Принесите истину и жизнь человеку. Принесите свет в эти сферы жизни и сердца. Разоблачите ложь, укоренившуюся в человеке. Приведите человека к истине. И тогда Господь прогонит силы тьмы и мрака из него. Приведите пример того, когда люди принимали ложь и обман от сатаны. Люди говорят, у меня нет силы, у меня нет духовной власти. Они говорят, я неудачник. Или я не исцелюсь. Господь исцелит других людей, а вот меня нет. Да, если я принимаю эту ложь, то исцеления и выздоровления не будет, потому что я принимаю неправду. Я исцелюсь, потому что Бог это сказал. Я заметил одну вещь. Сила Господа Иисуса сошла на студию еще до прихода нашего гостя. Сейчас ее стало больше. Я верю в то, что если вы помолитесь за людей, то многие из них освободятся. Помолитесь так, как вас ведет Бог. Во-первых, только Господь Иисус освободит вас от греха. Итак, наладьте отношения с Иисусом Христом. Он ваш избавитель. Только Иисус Христос освободит вас от бесов и грехов. Попросите Его прийти в вашу жизнь, стать вашим Господином и простить все грехи. Примите решение начать следовать за Ним от всего сердца сегодня. Если вы хотите отдать всю свою жизнь Иисусу, то повторите эту молитву за Мною. Дорогой Иисус, приди в мою жизнь. Прости все мои грехи. Я решил следовать за тобой. Стань моим Богом. Я отдаю тебе жизнь. Мой ум, мои желания, мое будущее, вся моя жизнь принадлежит тебе. Спасибо Иисус за спасение. Если вы молились, Бог пришел в вашу жизнь. В послании к Колоссанам апостол Павел написал о радостной новости. Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство своего любимого сына. Теперь нечистые духи не имеют власти над вами. Если вы знали Бога, но оказались в плену греха, то знайте, у вас есть данное Богом право быть свободным от греха, от порока и от беззакония. Вы не под властью греха. Вы гражданин царства Бога, царства его любимого сына. Если Бог живет в вас, то применяйте духовную власть. Повторите слова веры за мной. Скажите, я ребенок царя. Все, что искуплено Христом, это мое наследство. Я в союзе с Ним. Я умер с Ним. Я погребен. Я воскрес. Я сижу справа от Отца. Выше духовного господства, правителей и всякой духовной силы и власти. Выше всех имен, не только в этом веке, но и в будущем. И поэтому у меня есть власть над плотью, власть над грехом. У меня есть власть над бесами и над болезнями. У меня есть власть от Иисуса. Поэтому я разрушаю планы ада обо мне. Я разрушаю проклятие ада в мой адрес. Я разрушаю проклятие от моих предков. Я разрушаю проклятие от окружающих. И проклятие, которое я навлек на себя. Ибо оружие моей войны не плотские. В них сила Бога. Они рассеивают тьму. Я все могу во Христе. Тот, кто во мне, сильнее того, кто живет в этом мире. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я доктор Джордж Карл. Знали ли вы о том, что Иисус стал сыном человеческим и отказался от славы, чтобы мы стали сынами Бога и жили во славе? Бог предопределил вам жить в обители славы, и она открыта для вас полностью. Смотрите следующий выпуск Сидорота «Это сверхъестественно». Путешествие к Божьей славе начинается сейчас. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы зимно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купюю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.